Что продается на муниципальных торгах? Давайте посмотрим на сайте торги.gov.ru. Итак, коллеги, мы с вами находимся на сайте торги.gov.ru. Это официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. То есть, все, что государство продает, мы с вами найдем на одном единственном сайте, и он сейчас перед нами. Запомните этот сайт. Итак, регистрация здесь не нужна, и личный кабинет нам также не нужен. Для того, чтобы мы были с вами участниками торгов, мы заходим и просто смотрим. То есть, не нужно нигде регистрироваться. Что нас интересует? Когда мы зашли на сайт, мы видим здесь много картинок. Если мы поднесем мышку картинкам, то в этом случае у нас снизу выплывает описание. Аренда безвозмездное пользование, продажа государственного и муниципального имущества, продажа прав на единые технологии, продажа и аренда земельных участков. Если мы с вами поднесем мышку к торгам, к слову, то в этом случае у нас выплывают текстовый интерфейс. Также аренда безвозмездное пользование, продажа государственного и муниципального имущества, продажа на единые технологии и так далее. Причем неважно, выберем мы текстовый интерфейс или просто кликнем по рисунку. Как только мы выбрали текстовый интерфейс или кликнули по рисунку, у нас немножко интерфейс сайта меняется. Здесь мы видим виды торгов, они у нас все в одном месте. Еще раз, нас с вами будет интересовать аренда безвозмездное пользование, продажа государственного и муниципального имущества и аренда и продажа земельных участков. Для того, чтобы нам с вами найти активные лоты, нам необходимо, первое, нажать кнопочку в процессе подачи заявок. Мы нажимаем кнопочку в процессе заявок, и сейчас, коллеги, на текущий момент в процессе подачи заявок по всей России у нас найдено 4490 открытых лотов. Для того, чтобы нам с вами не искать, что у нас там есть в регионе, либо там именно во всех регионах и искать свой конкретный регион, мы с вами можем выбрать место положения имущества. Для этого нам необходимо кликнуть на книжечку и начать вводить первую букву своего региона. Выбираем, к примеру, Томская область, нажимаем выбрать, нажимаем поиск. Сейчас у нас в процессе подачи заявок в Томской области 57 открытых лотов. Вы можете их посмотреть. Это то, что у нас на текущий момент именно в секции аренда. То есть мы сейчас с вами рассматривали именно секцию аренда. Для того, чтобы нам найти аукцион, либо конкурс, либо публичное предложение, нам необходимо что сделать? Нажать расширенный поиск. Далее, немножечко пройти вниз и здесь у нас есть предмет торга. Предмет торга у нас ежемесячный платеж, ежегодный платеж за право заключить договор, почасовая оплата. Более подробно мы будем это разбирать в модуле аренда. Дальше мы с вами можем увидеть вид договора. Это аренды, безвозмездного пользования, доверительное управление и иной. В данном случае в аренде нам необходимо выбрать все. Можете не выбирать, если они могут быть автоматически. Здесь также мы с вами можем выбрать тип имущества. Это движимое имущество, это дебиторское, другое, иное оборудование и недвижимое. Здание, сельхозное значение, иное помещение. Это то, что вас интересует. Здесь также вы можете выбрать, можете помещение выбрать, можете выбрать дебиторское, то, что именно вас интересует. И также можете выбрать статус. В данном случае пока он не активен, потому что мы уже выбрали в процессе подачи заявок, но если бы мы нажали все, здесь выплыло бы нам окошечко. Итак, нажимаем поиск. И на текущий момент в Томской области помещения на аренду у нас всего 9. То есть видите, что у нас изменилось. Далее, коллеги, нас будет интересовать секция приватизации, либо по-другому продажи государственного и муниципального имущества. Кликаем по ней. Также нажимаем в процессе подачи заявок. Далее выбираем местоположение. Берем Томскую область. Раз мы начали работать с Томской областью, так и будем работать. Нажимаем выбрать. Нажимаем поиск. На текущий момент в процессе подачи заявок в секции приватизации найдено 38 открытых лот. Мы можем их все посмотреть. Если нам необходим публичное предложение, либо аукцион, либо торги без объявления цены, то мы нажимаем расширенный поиск. Далее немножечко спускаемся вниз и выбираем способ продажи. Нас интересует аукцион, конкурс, продажа без объявления цены и продажа посредством публичного предложения. Давайте выберем конкурс и найдем активные лоты в конкурсе. Нажимаем поиск. В процессе подачи заявок в Томской области у нас сейчас на аукционе 27 открытых лотов. Что мы здесь с вами можем увидеть? Первое, какие-то непонятные кнопочки. Сейчас я расскажу, для чего они нам нужны. Далее мы можем увидеть здесь организатор торгов. То есть написано, кто является организатором торгов. Номер, извещение и лот именно по нумерации какой. Это нам необходимо при заполнении заявки. Далее мы с вами видим наименование имущества, начальную цену имущества, способ приватизации и местонахождение данного имущества. Для того, чтобы нам более посмотреть подробную информацию, как раз таки нам понадобятся вот эти вот три клавиши, три кнопочки. И первая это лупа, если мы на нее нажмем, это быстрый просмотр. Как только мы на нее нажимаем, мы с вами видим здесь просмотр, извещение, номер аукциона, лот какой. Далее мы видим организатор торгов. Дата и время публикации извещения. Дата и время окончания подачи заявок. Далее мы видим срок и место подведения итогов торгов. В данном случае это электронно-торговая площадка. Если у вас здесь написан адрес организатора торгов, то в этом случае это офлайн-торги. Видим статус, видим тип имущества. Далее видим решение собственников, в какой у нас валюте проходит в рублях. Далее наименование и характеристики имущества. Страну размещения и местонахождения. Начальную цену продажи имущества, то есть за сколько оно продается, шаг аукциона. Далее мы видим какие документы нам необходимы и перечень прилагаемых документов. Видим, что нет обременений никаких. Здесь мы также видим размер задатка, сроки и порядки внесения задатка. И также порядок ознакомления покупателей с условиями договора продажи. И кто может быть покупателем. То есть видим ограничение участия в приватизации. Здесь мы также видим покупателем. Могут быть любые физические или юридические лица, за исключением. Здесь вы далее посмотрите. Порядок определения победителей и срок заключения договора купли-продажи. И выставлялось ли данное имущество еще на торги. То есть в данном случае имущество выставлялось в первый раз. Я не рекомендую смотреть здесь первичную информацию, потому что здесь не выложено никаких документов. То есть в данном случае мы видим просто цену и задаток. Если мы нажмем кнопочку закрыть, то у нас нас перекинет обратно к сайту нашему торги.go. Я всегда рекомендую пользоваться именно кнопочкой просмотра. Это вот такой листочек с зеленой стрелочкой. Как только мы нажмем на этот листочек, у нас полностью вся информация о нашем лоте откроется в одной вкладке. То есть здесь мы видим общее, лоты и документы. В данном случае мы также увидим, кто у нас является организатором торгов. Здесь мы также можем посмотреть изображение лота. На текущий момент оно просто не опубликовано. Общие сведения. То есть все те же самые общие сведения. И также выставлялось на торги или нет. Здесь мы можем посмотреть какие-то первичные документацию аукционную. Можем ее нажать в быстрый просмотр. Можем скачать. Также здесь публикуются фотографии. Увидим, были ли какие-то изменения. Разъяснения, жалобы в паз. Если мы нажмем кнопочку «Общие», то здесь у нас покажут нам, кто организатор торгов, адрес организатора торгов, сразу номер телефона, e-mail, кто контактное лицо, сайт размещения, даты и время начала подачи заявок, окончание. Здесь мы увидим место проведения аукциона. В данном случае здесь указана электронная торговая площадка, и тест-тендер. Еще раз напоминаю, если бы это были офлайн-торги, здесь было бы прописано просто место проведения торгов. Дата рассмотрения заявок подписана электронной подписью. В данном случае нет, не подписана. То есть здесь мы увидим всю информацию о лотах именно в документации. Если у одного организатора торгов несколько лотов, то они будут здесь публиковаться. Это те лоты, что организатор торгов опубликовал именно в один день. Если что-то выделено красным цветом, то это лоты, снятые с торгов. То есть по ним торги больше не проходят. Будут они выставляться или нет, это нужно уточнять у организатора торгов. Желтым цветом выделены лоты, по которым торги по каким-то причинам приостановлены. Когда будут публикации, когда будут возобновлены торги, это также необходимо уточнять у организатора торгов. Далее, коллеги, если нам необходимо вернуться к лотам, нам необходимо нажать назад к торгам. Мы нажимаем назад к торгам, нас перекидывает на наш интерфейс. Все, то есть здесь у нас уже все забито место положения, что это у нас аукцион. Далее у нас еще осталась одна кнопочка, это вот принтер нарисованный. Что это значит? Давайте прямо на нее нажмем и посмотрим. Она нажимается кнопочка скачать. Это вся информация, также первичная, которую мы можем найти. Только здесь мы можем ее сохранить либо в формате PDF, либо можем ее скачать в формате PDF и скачать в RTF формате. Итак, для того, чтобы нам вернуться назад, если мы нажмем с вами сейчас на стрелочку, в этом случае сайт торги.gov, возможно, сбросит весь интерфейс заново. Мы всегда нажимаем только вернуться назад. Нажали кнопочку вернуться назад. Далее нас будет интересовать конкурс. Нажимаем поиск. В городе Томске в процессе подачи заявок на текущий момент всего один конкурс. Также мы видим организатор торгов, номер, завещение, номинование, характеристики, имущество, начальную цену, способ продажи и местонахождение. Также у нас есть три кнопочки, они не меняются, они есть всегда. Я рекомендую вам пользоваться именно не быстрым просмотром, а просмотром полным. Нажимаем кнопочку просмотр. Здесь мы видим, что у нас есть документы, три файла приложены. Здесь мы можем посмотреть, что за файл. В данном случае приложено договор купли-продажи, бланк и какое-то информационное сообщение. Могут быть также приложены фотографии. Обязательно все это изучаем. Нажимаем кнопочку назад в торгам. Выбираем способ продажи. Продажи без объявления цены. Я точно знаю, что сейчас Томской области нету без объявления цены. Давайте уберем и выберем всю Россию. Нажимаем выбрать. Нажимаем поиск. По всей России на текущий момент без объявления цены найдено 586 открытых лотов. Мы видим здесь газопровод. Здание интернета. Давайте возьмем газопровод. Нажимаем просмотр. Здесь мы можем посмотреть изображения лота в данном случае. Их нету. Срока места проведения торгов. Мы видим то же самое, что в аукционе, что в конкурсе, по факту, одну и ту же информацию. В данном случае у нас размер задатка 0 рублей. И мы видим информацию о предыдущих торгах. Если мы нажмем кнопочку документы, мы также увидим описание лота, в данном случае постановление администрации и извещение проект договора. Можем также увидеть заявку, фотографии и так далее. Если мы сейчас нажмем на стрелочку назад, как я уже говорила, сайт торги.gov может сбросить все, что мы искали, весь наш интерфейс. И потом нам придется еще раз все забивать, и это будет не очень удобно. Обязательно просто нажимаем назад. Далее. Торги без объявления цены и продажи посредством публичного предложения. Давайте также выберем и нажмем поиск. Сейчас на текущий момент в процессе подачи заявок на публичном предложении у нас 1265 открытых лотов. Также, что мы еще можем здесь выбрать? У нас есть вид собственности. Это федеральная, субъекты Российской Федерации и муниципальная. По факту мы нажимаем все, потому что все забивается вручную и здесь очень часто могут быть ошибки. И мы можем выбрать тип имущества. Это недвижимое. Недвижимое, движимое имущество. Здесь вы также можете выбрать то, что вам конкретно интересует, если в вашем регионе очень много открытых лотов. Например, как в Москве, их очень много, и там необходимо прям выбирать. Далее, нас с вами еще будет интересовать вкладка аренды и продажи земельных участков. Нажимаем в процессе подачи заявок. В данном случае по всей России у нас 15441 открытый лот. Выбираем место положения участка. Пускай будет это Томская область. Нажимаем выбрать. Поиск. Сейчас у нас 162 открытых лота. Сразу вам хочу сказать, когда вы будете смотреть земельные участки по 0 рублей, это выявление спроса. Я забегаю немножко вперед. Почему? Для того, чтобы потом не было такого, что вы начинаете писать и говорить, что земельный участок за 0 рублей, давайте его выкупим. Запомните, это выявление спроса. Вам в данном случае не нужно здесь заходить в торги, потому что это не торги. То есть, земельные участки всегда у нас идут с какой-то ценой. Здесь мы что можем увидеть? Организаторы торгов. Организатор торгов. Договор это аренды или договор купли-продажи. Площадь участка. Местоположение границ. То есть, точное местоположение. Ежегодная арендная плата или цена договора самого. И начальная цена. Давайте возьмем, к примеру, пускай будет договор аренды. Нажимаем просмотр. Далее. Изображений здесь никогда нет. Документы результата здесь тоже так же никогда не публикуются. Заявители в участнике так же не публикуются именно в аренде. Здесь мы можем посмотреть детальное местоположение, кадастровый номер, площадь участка, срок аренды, в данном случае 2 года и 8 месяцев. Начальную цену за квадратный, начальную цену, ежемесячную начальную цену за квадратный метр, шаг аукциона и размер задатка. Ну и так же порядок внесения задатки и многое другое вы так же здесь можете найти. Если мы перейдем, нажмем кнопочку лоты, то, как я уже говорила, все лоты, что есть у одного организатора торгов, которые опубликованы в один день, они будут именно в одной вкладке, на вкладке лоты. Если мы нажмем документы, здесь будут документы абсолютно за все лоты. То есть, если лотов здесь будет 50, то здесь будет больше документов. Если будет один лот, лоты только на один документ. Это может быть иногда неудобно, но тем не менее, это есть, и мы с этим ничего не можем делать. Далее мы можем выбрать какой-то объект, например, нас интересовал озерный. Нажимаем его, и здесь мы видим администрацию города Томска, постановление номер, число, о проведении аукциона и посмотреть документацию мы здесь можем, которая нас интересует. Далее мы нажимаем кнопочку разъяснения. Здесь мы видим, что техническая была какая-то ошибка, можем посмотреть, что за ошибка была. Скачивать мы ничего не будем, если захотите, можете потом у себя скачать. Детализацию, если мы нажмем, также мы можем здесь увидеть, когда было редактирование, создание, также в секции земельные участки. Если в аренде у нас есть аукцион и конкурс, в приватизации у нас есть аукцион, публичное предложение, торги без объявления цены и конкурс, то секция аренда и продажа земельных участков. Помимо того, что у нас здесь есть аренда и продажа, у нас есть аукцион и публичное предложение. Если мы нажмем расширенный поиск, в данном случае обязательно в процессе подачи заявок не забываем, расширенный поиск, здесь у нас есть форма торгов, открытый аукцион, публичное предложение, публичные торги, то есть здесь вы выбираете публичное предложение или аукцион, что именно вас будет интересовать. В данном случае открытый аукцион нажимаем, нажимаем поиск и мы видим, что в процессе подачи заявок найдено по всей России 9617 плотов. Это ежегодная арендная плата. Здесь вы также можете выбрать значение, это ежемесячный платеж, ежегодный, цена земельного участка. Если мы выберем цену земельного участка, то это будет только то, что государство продает, то есть цена земельного участка, то, что государство продает. также мы можем выбрать ежемесячный платеж, ежегодный платеж, ежегодная арендная плата и первый арендный платеж. Что это такое, что это значит, более подробно мы будем проходить в модуле именно в земельных участках. А сейчас возвращаемся к уроку. Секция раздел сайта, где собраны торги по одной категории. Мы работаем с тремя секциями аренда, продажа государственного и муниципального имущества, ее мы называем приватизацией, и земельные участки. Почему мы работаем именно с этими тремя секциями? Именно эти три секции позволяют нам зарабатывать самому как физическому лицу, зарабатывать без специальных знаний энергетики, землепользования и точных технологий, получать прибыль быстро, то есть вам не придется, например, достраивать объект незавершенного строительства и так далее. Каждую из этих секций мы будем подробно рассматривать в курсе. Каждой секции будет посвящен отдельный урок. Субтитры создавал DimaTorzok